В рассекреченных переговорах Ельцина и Клинтона Борис говорит Клинтону, что к ним пришел местный муфтий и предложил свою помощь. Переговоры были в 99-м. Очень интересно, я не видел, кстати, этого. 220 лет назад олимпийский чемпион по вольной борьбе Сагит Муртазалии в ходе конфликта получил ножевое ранение, но в ответ вытесли стрелять Макарова и застрелил двух чеченцев. Твоё мнение об этом? Этот конфликт же урегулировали. Ненависть – это месть за испытанный страх. Слушай, ну не обязательно. Почему именно за страх? Ненависть – это когда кто-то что-то сделал, и это вызывает у нас вот эти вот эмоции, когда мы хотим немедленного возмездия за вот это действие. Причем это действие не обязательно должно быть связано с нами, то есть непосредственно нам, может быть, он чего-то плохого не сделал, но вот он что-то плохое сделал, там, я не знаю, ребёнку, собачке. И мы вот, бывает этот момент, у всех у вас, наверное, это был, когда вы смотрите какое-нибудь отвратительное видео, где издеваются, допустим, над собакой, и ты испытываешь вот это чувство ненависти к этому человеку, когда ты хочешь вот немедленного возмездия, чтобы вот прямо здесь и сейчас его за это наказали. Поэтому я бы сказал так, что ненависть – это то чувство, которое именно возникает в результате какого-то вот именно плохого, какого-то акта, когда этот человек что-то сделал. А презрение, оно, то есть что-то плохое, когда этот человек, да, именно сделал. А презрение – это когда человек может быть в своей основе, он даже мог закон не нарушить, но у нас к нему презрение возникнет в результате его каких-то там действий, которые просто противоречат нашему пониманию этого мира. То есть ненависти у нас к нему нет, мы не хотим, не желаем ему никакого возмездия, там, ничего плохого, но видеть его с собой рядом, там, пожать ему руку, допустим, предположить, что он был бы там тренером или учителем для наших детей, допустим, мы не хотим. У нас вот к этому человеку, к этой личности какое-то презрение. Но ненависти нет. Бывший ворон Тумсо, я просто привёл цитату, Джордж Бернард Шоу, цитата, ненависть, месть, труса за испытанный им страх. Бывший ворон, я тебя понял, но мы же можем с ним не согласиться с этим, как ты его назвал. Джорджем Бернард Шоу. Давай не согласимся с ним. Тумсо, а как ты понимаешь слова «воюйте с ними так, как воюют с вами они», но не приступайте. Басаев эти слова как-то произнёс в интервью с Бабицким. Я их понимаю так, как делали Тавсир, на них учёные. Здесь как раз вопрос в том, что многие, к сожалению, те, кто приступают, они их неправильно поняли. Ведь в этом аяте ясно сказано «воюйте с ними так, как они воюют с вами». С ними. С кем? С теми, кто с вами воюет. Вот это вот очень важное правило. Воюют только с теми, кто с тобой воюет. Не воюют. С мирными людьми, которые с тобой не воюют, с ними не воюют. Вот это очень важное непонимание многих, к сожалению, этого аята из Бурана. Нельзя, если с тобой воюют и совершают какое-то преступление, то в ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить, тем, что они сделали тебе, но ты не можешь пойти и совершенно ни в чем не повинным людям сделать какое-то зло и потом сказать, что я им вот этим вот товарищам ответил. Это не они тебе сделали, это они. Вот им ответь тем же самым, а не ни в чем не повинным людям. Зачем Эльдогану перемирие между РФ и Украиной? Зачем вообще всему миру сейчас нужен мир в Украине? Когда эта история начиналась, мы не думали, что какие-то последствия коснутся африканские страны. Многие даже эксперты понятия не имели, насколько это отразится даже на жизни европейцев. Здесь тоже очень серьезно происходят процессы такие, что там к зиме, возможно, будут какие-то трудности. То есть это поставки газа, нефти, очень много, в общем, таких тем, на которые это все влияет. Первое время здесь в Европе опустили магазины, пропало подсолнечное масло. Не было подсолнечного масла в супермаркетах. То есть мир, по крайней мере Европа, внезапно осознал, среднестатистический житель Европы узнал, что оказывается практически все подсолнечное масло шло с Украины. То есть вот это вот, какой интерес? Всему миру сейчас интересно, чтобы нормально дальше в условиях этой глобализации жить, как обычно. То есть эти страны, их правительство, они какая-то концепция развития, у них она долгоиграющая стратегия, на 10 лет, на 5 лет. У них есть определенные планы, и мы же понимаем, что все эти планы сейчас пошли кое-куда. Нужно все корректировать, переделывать. А Эрдоган, он, видите, он стал такой ключевой фигурой, такой ключевой посредник. С помощью Турции сегодня решаются глобальные вопросы вывоза зерна. То есть Эрдоган, он использует эту свою возможность. Но это очень важно. Многие бы хотели быть вот такими ключевыми фигурами в этих событиях. И на самом деле это такое стремление, к чему многие страны стремятся. То есть какая-то страна посредничающая, она нужна. И в этом смысле Турция, Эрдоган, он нужен. И его нужно как раз сохранить вот в этом контексте посредника. Благодаря этому посредничеству решаются сегодня глобальные вопросы. Какой союзником может стать враг? Что за чушь лицемерами можете стать, друг? Ну ладно, мы тебя поняли. Я даже не буду, наверное, это комментировать. Я думаю, этот Ахпер не в начале второй кампании стал предателем, а гораздо раньше, нештатным работником работы в КГБ и ФСБ. Ничего не исключено, однако, из того, что явно мы знаем и видим, перешел на их сторону, он именно в 99-м году. Иса Ямадаев даже где-то в одном из своих интервью рассказывает, как его братья, а они раньше перешли, они устроили встречу этому Ахмату Кадырову, где-то Махачкале, он говорит, с большими начальниками ФСБшными. По всей видимости, уже тогда он переметнулся на сторону России. То, что там скрыто от нас, то есть, был ли он каким-то нештатным сотрудником, что-то в интересах России, что-то делал или нет, я не знаю, это возможно, я не буду это отрицать. Это возможно, но из того, что явно мы знаем, это то, что он вот к началу Второй Российско-Чеченской войны, он переметнулся. В рассекреченных переговорах Ельцина и Клинтона Борис говорит Клинтону, что к ним пришел местный муфтий и предложил свою помощь. Переговоры были в 99-м. Очень интересно, я не видел, кстати, этого. 220 лет назад олимпийский чемпион по вольной борьбе Сагит Муртазалиев в ходе конфликта получил ножевое ранение, но в ответ вытесли от Макарова и застрелил двух чеченцев. Твое мнение об этом. Этот конфликт же урегулировали. Его, по-моему, при посредничестве Кадырова они там как-то его урегулировали. Насколько мне известно, я могу какие-то подобности, конечно, не знать. Но, по крайней мере, так об этом говорили, что этот вопрос решен. И за это очень благодарен был Сагит Муртазалиев Кадыров за то, что тот решил этот вопрос. Ну, то есть кровную месть как бы простили. То есть его простили, его обвязались не убивать. Вот такая у меня была информация. Но, может быть, она либо не полностью соответствует действительности, либо вообще не соответствует. Может, это просто на время. Как-то сказали, окей, пока не будем. Не знаю, в общем. Субтитры создавал DimaTorzok